Последнее движение, толчок! Толчок! Оттолкнуть надо его! Инструктор по самообороне Максим Степанов утверждает, нетренированному человеку очень сложно рассчитать свои силы. Пожалуй, единственный верный и надежный способ, говорят специалисты, это бежать от нападающего. Но могла ли хрупкая девушка, как это было в случае Веры Пестряковой, вырваться из рук насильника? Так, Максим, тогда сейчас попробуем смоделировать такую ситуацию в этой машине. Давайте. Я сижу, ничего не подозреваю, смотрю в окно. Тут вы не ставились, вы начинаете нападать на меня. Нападение. Могу ударить, могу захватить, могу начинать душить вас сразу. И комбинировать различные вот эти вот обещания воздействия. Ваши действия защитные, да. Попытаться свободно, сбрежать ко мне рукой, рассарапать мне глаза, надавить на глаз, ударить меня в горло, опять же, да, либо надавить пальцем, либо ударить. И свободно рукой попытаться открыть дверь. Вот, дальше прямо сейчас я вас бью вот так, да, и пытаюсь вверх за мусорку. Иди сюда! Фу, ну вот так, мне кажется, удалось освободиться и при этом не нарушить закон. В этом клубе самообороны инструкторы каждое занятие начинают с введения. Что нужно делать, чтобы защитить себя и не оказаться по ту сторону закона? Основные принципы, повторяют тренеры, избегать, убегать и только потом вступать в схватку. Иначе слишком велика вероятность, что жертва окажется на скамье подсудимых. Ксения Смирнова, Александр Данилов, Иван Харитонов, телекомпания НТВ.